МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» — это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. У вас и у нас будет доброе, приятное время, приятное общение. Чудесное будет время, проведенное вместе. А я не один сегодня. Пастор Юрий Коновалов. Приветствую. 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 Рад. Слава Богу за чудесную возможность быть сегодня на программе «Влияние» и коснуться той темы, которая настолько, на мой взгляд, актуальна, что мы выбрали, обсуждая вместе, о чем бы поговорить с пользой для тела Христова. И эта тема, на мой взгляд, она действительно важна. По крайней мере, об этом нужно говорить. Мы не можем повлиять на людей, заставить их в чем-то измениться. Но наша роль, как священников, написано, «Закон ищут от уст священника, ибо он вестник Господа Савалова». Наше дело сказать, объяснить, заострить внимание. Уже ответственность на каждом, кто лично услышал, чтобы пойти и воплотить это в реальности жизни. Пастор Юрий Коновалов с прекрасной церковью. У нас в эфире вы регулярно, уже на протяжении многих лет. И ты, и Богдан твой сын. То есть, предоставляя тебя из какого-то города, а знаешь, я вспомнил только что, был такой глава Украины Щербицкий, помнишь? Да, да, да. В советское время. В советское время. Председатель что-то советского. Нет, нет, он возглавлял всю Украину. УССР. Он однажды сказал такую фразу. Говорит, Россия, она разделялась на две эпохи. Период до Петровского, до Петровского, ну, Петра Великого, который, и Днепропетровского. Днепропетровского. Брежнева, в смысле. Потому что там оттуда кузница, оттуда кузница. Кузница. Президентов. Там все, там все оттуда, он оттуда подтягивал. Поэтому ты в эпохе Днепропетровского. Да, как-то так Господь распорядился там родиться и служить. Уже 22 года мы там служим. И видим, как с этого места поднимались и политики, и бизнесмены, и многие хорошие, выдающиеся люди. Я верю, что будущее также за христианским, скажем так. На сегодняшний момент, прежде мы, чем к теме перейдем, то есть служение развивается. Господь прилагает спасаемых у нас. Мы тоже вот не так давно возвратились, пару недель назад, будучи в Украине, во многих других регионах. И Украина, с одной стороны, видишь такой, видишь прогресс. С другой стороны, видишь также духовный регресс, как мы говорим. То есть есть и одно, и другое. Некое охлаждение в народах, даже говоря о церковной жизни, говоря о жизни духовной, мы видим, что есть некое такое охлаждение. И то, что вызывает, скажем, тревогу в беседе со многими пастырями. Потому что был такой, как мы говорим, бум. Был такой бум, пробуждение, все-все-все. А сейчас как-то оно все как по-английски звучит, settle down. Settle down, все так успокоилось, все-то так... Устаканилось. Устаканилось по-русски. Хотя так такое не должно быть. Ну, я думаю, что понятно, как бы сейчас очень сложная ситуация, я имею в виду экономическая, политическая. Люди устали. Люди настолько уже, как бы, людям надоело, да, вот там, помните, как в этом фильме? Красные пришли грабят, белые пришли. Говорят, куда бедному крестьянину податься? Такая классика жанра. Поэтому, конечно, как бы это сказывается. Я не знаю, насколько правдивая статистика, но последние два года мы это видим и в церквях, и вообще в социуме. Говорят, около 8 миллионов людей из украинского сообщества выехали на заработки в разные страны. Кто-то в России, кто-то в Европу, кто-то в Америку. Под разным. То есть людям надо выживать. То есть один из кормильцев, он едет, зарабатывает деньги, присылает, чтобы как-то оплатить все счета. То есть чисто экономически очень сложно. И представьте, что такое на 45 миллионов, 8 миллионов. Это практически каждый пятый-шестой человек отсутствует по уважительной причине. Ему надо кормить семью. И, конечно, это видно и в церквях, и в жизни. И уезжают самые лучшие, самые перспективные, самые активные, самые дерзновенные люди с потенциалом образованности, силы. И, может быть, один из факторов именно к тому, что вот как-то так все устаканивается, успокаивается. Но я думаю, что то, чем живет церковь, то, что в ней проповедуется, то и люди принимают и воплощают. Мы стараемся видеть сегодня не только минусы в жизни. Да, есть один большой плюс в Украине, я знаю, 100%, это покаяние неверующих людей. Потому что, когда жизнь прижимает, когда жить не за что, то люди с сердцем своим поворачиваются к Богу. И вот это то, что меня там держит, и мы как бы стараемся как можно больше собрать урожаи от этих человеческих душ. Потому что страшная ситуация, она позитивна тем, что люди поворачивают свое сердце к Богу и ищут выход. Вот как в 90-х, вы видели реально, когда с целыми стадионами. Другой вопрос, куда они делись. Ну, тем не менее, когда гром прогремел, мужик начинает креститься, то есть искать выход. Поэтому сегодня на Украине, как бы, я верю, что это хорошее время жатвы человеческих душ. И мы стараемся как можно больше собрать урожай. Мы не знаем, сколько это продлится, потому что в 2000, после 90-х были нулевые, да, 2000-е, когда интерес к Богу как бы пропал на какое-то время. И мы говорили, господи, ну сделай что-то, потому что ну смысл тогда церкви, если она как бы не является вот этими жнецами, да, которые собирают урожай. И, конечно, когда уже пришла вот та пора, которая сегодня у нас, то большой, один самый большой плюс, это то, что люди поворачивают сердце к Богу. Пастор Юрий, есть такие понятия и такие истины, как образцы и модели. Каждый из нас имеет свои модели, которые выстраиваются в нашей жизни соответственно той среды, среды нашего обитания. И взращивая нас, мы смотрим на них, для нас, для вас, для ряда из наших зрителей моделью в служении, в семье, в личной жизни был кто-то. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христову модель. Что вы слышали во мне, видели во мне, апостол Павел говорит, то есть подражайтесь ему. И таких моделей в нашей повседневной жизни, если говорить о Писании, если мы черпаем оттуда истории и личности, многие, очень много. Почему мы пришли к тому, что мы должны поднимать с тобой тему в прямом эфире относительно наболевшей темы? Опускаются стандарты и некие модели, которые у нас стояли на пьедесталах, духовных пьедесталах, глядя на которых, мы говорили, я хочу быть так. Опускается планка, опускаются стандарты. То есть мы видим некую деградацию, к сожалению и к стыду. Если бы мы говорили о мире, это одно. Но обобщая, мы можем также говорить и в сторону нашей духовной среды, нашей церковной среды, нашей христианской среды. К сожалению, к сожалению. Но это надо делать. Вот анализируя и наблюдая, чем это вызвано, кого винить, грех по большому счету, дьявол, который хочет. Но есть же что-то сопутствующее, которое подталкивает нас, опускает эту планку и опускает. Окей, это был вопрос? Вопрос. Вопрос. Вопрос для беседы. Конечно, скажем так, я наблюдаю это как пастор, как человек, который непосредственно соприкасается с людьми и не только с неверующими. Потому что с неверующими очень просто надо воспринимать их мышление, их мировоззрение сформировано этим миром, влиянием на них, оказываемый этим миром. Модели человек, человеку волк, выживает сильнейший и многие такие вещи, которые я когда-то до своего рождения свыше, я сам был частью мира, системы. И мне понятно, когда человек приходит в церковь, у него здесь четкие свои эгоцентричные представления о жизни. И это процесс, когда Бог меняет мышление, перефокусирует на вечные ценности, не те меркантильные, земные, банальные, ради которых он работа, еда, опять работа, опять еда. Такой замкнутый круг жизненных интересов. Но, когда мы говорим о христианстве, я тоже наблюдаю, что, к сожалению, последнее время люди соответствуют тем характеристикам, которые апостол Павел еще 2000 лет назад в послании к Тимофею, в третьей главе он предупреждал. То есть, если это тогда еще было актуально, представьте, насколько сегодня. И вот он перечисляет эти характеристики людей, и он говорит, что в последние времена, времена будут тяжкие. Почему? Потому что люди станут. И он перечисляет самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, но силы же их отрекшиеся, и он говорит, таковых удаляйся. То есть, другими словами, я это вижу, как, знаете, вот такой процесс, как бы, коррозии. Да, вот я что-то ехал сюда и размышлял, вот какая интересная аналогия, да, вот когда машину выпускает завод-изготовитель, она идеальная, то есть, идеальный металл, там, покрашен, все, но в результате определенных атмосферных, как говорится, воздействий, да, влага или еще что-то, под краской начинается коррозия металла, его сразу незаметно, да, вот когда у меня была такая старая-старая машина Жигули, и я помню, я посмотрел, так как бы, вроде бы нормально, а специалист подошел с таким, с шилом, да, он раз, и проткнул, я говорю, в смысле, тут же же металл, говорит, когда-то был металл, краска осталась, а внутри сгнило крыло, да, машины, и вот что-то наподобие, ну, это как иллюстрация такая, происходит, наверное, из-за определенных условий нашего пребывания, потому что Иисус еще говорил, говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, но, говорит, претерпевший до конца спасется, да, то влияние мира, оно сказывается и на христиан, то есть, как бы, те ценности, которые еще 5-10 лет назад для нас были чуждыми, да, я еще помню... Ценности в кавычках. Нет, даже вот ценности царства Божьего, например, были для нас... А, ну да, ну вы поняли, что я хочу сказать, то есть, то, что было для нас недопустимо, смотришь сейчас, как бы, это стало частью христианства, то есть, какие-то там наколки, пирсинги, то есть, как бы, если раньше, 5-10 лет назад люди категорично, я знаю одного американского нашего общего друга, и как-то, ну еще в 90-х, я говорю, пастор, там, не хочу иметь фамилию, вот если ваш сын, а у него четверо сыновей, придет с Сережкой домой, вот ваша реакция, у меня еще тогда сын подрастал, а у него чуть-чуть старше, он говорит, Юра, я ему ухо оторву, я так посмотрел на него, думаю, вы знаете, что интересно, его сыновья вырастали, и никто не пришел, наверное, вот этот страх перед наказанием отца, он дал свою пользу, и вот знаете, я, как бы, смотрю сегодня, ну это только одна из, как бы, да, есть многие вещи, которые, как бы, стерлись, границы, на мой взгляд, да, вот, что такое хорошо, что такое плохо, да, вот Бог, на мой взгляд, Он на белое, говорит, белое, на черное, черное, а людям, как бы, захотелось вот эту границу, как бы, сделать серой, такая серая зона, да, когда можно и туда, и сюда, и найти, как бы... То есть, когда мешается свет и тьма, получается серый. Серый цвет, да, я думаю, что у Бога нету, вот, потому что Слово Божие говорит, или да, или нет, а все, что не то, не да или нет, от лукавого, да, то есть, как бы, и вот влияние мира, влияние, ну, страшное влияние, да, на всех людей, в том числе христиан, оно сказывается, и, видимо, оно проявляется, потому что, если каждый раз, вот даже вот здесь, в Америке, сейчас вот лето, я, например, иду в магазин, и передо мной вот обколоты в наколках люди, раз прошли, два, три, четыре, представляете, то есть, как бы, там, на тысячный раз человек думает, ну, он, наверное, подсознательный, я только, слава Богу, я, как бы, в этой очень, ну, твердо стою теме, да, что недопустимые вещи, но когда вот человека перед глазами, особенно молодежь, которая думает, что написав там какое-то даже местописание, как они говорят, пастор, а можно я здесь тебе, Иоанна 3.16 выколю, как бы, ну, ко мне с такими вопросами, я говорю, в смысле, я говорю, ты лучше в сердце своем имей этот золотой стих Библии, то есть, и это формирует их мышление, это, к сожалению, атака на разум, потому что есть такая даже книга очень интересная у служителей Джойс Майер, говорит, разум, поле сражения, то есть, все сражение оказывается вот здесь, если человек свои стандарты опустил ниже положенных, то он встал на путь очень, как бы, скользкий, и рано или поздно это может, как мина замедленного действия рвануть в его словах, в его поступках, в его мышлении, и наша задача, как священнослужители, сказать, ребята, вот эти вещи недопустимы. Вот, пастор Юрий, смотри, это в тему. Старше наше поколение, которое, а когда я нахожусь в Калифорнии, и соприкасаюсь, в частности, со своими родителями, и масса из моего возраста служителей и наших друзей и зрителей, они подтвердят истинность моего утверждения. Глядя на жизнь наших, нашего старшего поколения, как мы говорим в одной из эфиров наших, все-таки вещания, которые постепенно уходят с нашей земли, старшее поколение, которое уходит с нашей земли, у них было и есть, по сегодняшний день, я вот наблюдаю за родителями, у них есть черта. В молодости Господь Духом Святым дал им возможность отчертить, как ты говоришь, что такое хорошо и что такое плохо. И эту черту никто из них, их жизнь, их жизнь, она на наших глазах ежедневно, постоянно и ночью и днем. И эту черту они никогда не переступали. Слава Богу. Никогда. Вот ты придешь, ты придешь, к примеру, это типовый пример, но таковых тысячи из вас. Тысячи из вас. Ты придешь, можешь попасть к моим родителям в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, ты увидишь их на коленях, с Библией в руке, мою маму, когда никто ее не видит. Никто. Кроме Бога. Кроме Бога. И я случайно открою дверь в 3 или в 4 часа утра или в час ночи. И я вижу ее склоненной на коленях, то же самое. Если, к примеру, сегодня утром я заметил, как отец на кухне что-то там делал, потом завтрак готовил, в 7 или в 8 он поднялся. И со стороны я так зашел, так сказать, в дом посмотрел, прежде чем отец взял вилку и нож, для того, чтобы приступить, уничтожая эту пищу. Он совершил молитву, искренне совершил молитву. То есть я к чему? Черта определенная. Определенная черта. Стандарт. И они этой черты не переступают. Ни под каким предлогом. Это была Украина. Полуголодная, где нас семеро в семье было. И много работали они. И это благословенное Богом, где им все хорошо. И условия, слава Богу. И Бог жизнь и здоровье дает. Богом была славянная. В достатке Америка. Но черта та же самая. Слава Богу. Об этом мы и говорим с тобой. К сожалению, мы видим, эта черта, она, так сказать, стандарт как-то и выше опускается. И мы теряем. Если бы мы приобретали, когда мы от чего-то отрекаемся, когда мы что-то отбрасываем, откладываем в сторону, если бы оно вело к совершенству, если бы мы приобретали, а так же мы же теряем. Мы теряем. Я могу, к примеру, глядя, как я говорил, привел пример, я могу один раз не совершить молитву перед брекфастом, или в ресторане перед динером, или на обеде. А потом я допускаю это второго раз, третий раз, четвертый раз. Или я могу не совершить молитву, идя ко сну со своей семьей, со своими детьми. Один раз. А потом оно же стандарт опускается. Потом второй, потом третий, потом четвертый. Как один мне говорит, Юра, я уже года два не молюсь. Года два, говорит, не молюсь. Значит, он духовно, коррозия разъела. Откуда-то она начинала же. Продолжай пострию. Да, и я знаю, что, тоже люблю приводить такой пример, что вот как бы стать холодной водой, к примеру, да, вот у каждого из нас дома есть чайник, да, и вот если включить его, как бы, и он закипел, по Цельсию это 100 градусов Цельсия, да, кипящая вода. Там по Фаренгейтам, как там, 200 или что-то в этом роде. Но как превращается вот эта кипящая вода в холодную? Она же не бывает вот за одну секунду. Было горячее, стало холодно. То есть этому состоянию деградации предшествует вот этот процесс, когда градусы падают. Процесс падения градусов. Не бывает такое, что человек ложится спать верующим, а просыпается на утро и говорит, да вообще я атеист, в Бога не верю. То есть это бывает вот, или горячий, или холодный, да, но этому всевремя предшествует вот такой процесс. Поэтому мы говорим о том, что есть всему начало, да, вот с какой-то неправильной точки начинается, и если вовремя не остановиться, если не бить в колокола и не говорить, Господь, как Давид говорил однажды, Господи, зри, не на опасном ли я пути? То есть он еще, как бы, сам, может, и не понимает ситуацию, в которой оказался, но он говорит, Господи, если я на опасном пути, направь меня на стезе правды ради имени своего. Вот так молился, потому что так легко, как бы, уйти на бездорожье, так легко под влиянием людей, общественности, всех процессов в социуме так вот просто взять и начать деградировать. Поэтому есть, ну, как бы, способ, который мы практикуем, например, в церкви, мы делаем сезонные посты и молитвы. Для чего сезонный пост? Потому что вот, знаете, жизнь человека как дом. Если не делать генеральную уборку, рано или поздно там паутина, там пыль, там еще что-то, и смотришь, как бы, света стало мало, да, грязные окна, пыль, и человеку начинается там, как бы, чесаться, там, аллергия. Почему? Потому что нужно делать уборки, чтобы чувствовать себя нормально. Так и в сердце людей. Когда человек, как бы, за собой следит духовно, да, духовная гигиена, то ему очень легче, когда он видит что-то не так, он сразу, как бы, реагирует на все эти вещи и доводит себя до правильного стандарта. Но если этого не делать, вот я бывал в семье, где, ну, просто, ну, как, извиняюсь, свинарники, я говорю, как вы здесь можете жить? Они, знаете, удивляются, говорят, в смысле? Ну, нормально. Я говорю, я бы здесь не жил. Почему? Потому что у меня стандарты, как бы, к своему здоровью выше, чем у них. Для них это, как бы, норма. Но они не стали, они же ведь, ну, как бы, не пришли к такому состоянию, вот, сразу, там, за один день. То есть где-то они перестали мыть посуду, там, завелись, там, тараканы, там, перестали мыть окна, стекла прочищать, там. И это все привело вот к такому состоянию, когда они оказались во тьме, даже не заметив это. Но мы сегодня говорим, как бы, о духовных вещах, да. И вот мы перед эфиром с Юрием Михайловичем общались, и он спросил, что у меня в сердце, да. И вот я сказал, что у меня в сердце вот желание все-таки, как бы, достучаться, хотя бы попытаться достучаться до людей, особенно за, мое сердце переживает, за верующих людей, чтобы, как бы, четко, вот, как вы говорили, наши предыдущие поколения, у них были границы, у них были черты, за которые они старались не переступать. И вот то, что было в моем сердце, это история из Библии, потому что это не просто мои умозаключения. Я читал это местописание, и Бог мне как-то сильно, как бы, дал понимание, вот, боль, глубину этого, этой ситуации библейской. И это история о детях Давида, о Мнон и Фомаре. И, как бы, многие читали Библию, знают, просто своими словами перескажу, чтобы сэкономить время. У Давида были дети, много детей, мы знаем, как бы, сыновья. И, хотя он был человеком по сердцу Бога, но, к сожалению, не все его дети, вот так, как бы, благополучно складывалась их земная жизнь. И вот, Амнон и Фомаре. И Амнон сильно влюбился в Фомаре. Он так влюбился, что он, как бы, потерял рассудок. И один из его друзей дал ему, как бы, совет. И не просто совет, а очень плохой совет. Как, вот, как бы, сделать эту девушку своей, как бы, приобрести. Приобрести, да. То есть, это, как бы, схема, как прообраз модели этого мира. И что он ему посоветовал? Он говорит, притворись больным, скажи Давиду, отцу, что ты болен и хочешь, чтобы, Фомарь принесла тебе еду, как бы, проведала братья, такая, сестра милосердия, знаете. И когда она тебе придет, и вы окажетесь один на один, возьми ее силой. Возьми ее. И вот, как бы, этот совет, он начал, как бы, осуществлять. Папу попросил. Папа, ну, конечно, больной ребенок, там, послал Фомарь к нему с едой и, может, с лекарством каким-то. И, когда она пришла, он набросился на нее, и вот эта невинная девушка, царская дочь, и он царский сын, и она царская дочь, она, когда поняла, в какой ситуации она оказалась, она ему сказала такие слова, вот, чтобы не быть голосом. Это вторая книга царств, 13 глава, с 12 стиха. Но она сказала, нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле. Не делай этого безумия, и я куда пойду с моим бесчестием, как бы, она пытается достучиться. И ты будешь одним из безумных в Израиле. Аминь. Вау. Ты поговори с царем, он не откажет тебе отдать меня. Но он не хотел слушать слов, и преодолел ее, изнасиловал, и лежал с нею. То есть, вот эти три стиха, на мой взгляд, Юрий Михайлович, они, ну, как бы, очень важны для понимания сегодняшней темы, да, потому что, представьте, вот эта изнасилованная девушка, она, как бы, говорит, не делается так в Израиле. То есть, в ее четком понимании, что есть стандарты Израиля, это как прообраз царства Божьего, в которых такие вещи недопустимы. Недопустимы. То есть, это невозможно, даже в мыслях нельзя. Есть схема благословения. Пойди к отцу, попроси благословения. Тогда он даст родительское благословение. Нас сочетают, и мы будем наслаждаться друг другом то, что ты хочешь. Но если ты ставишь телегу перед лошадью, то ты безумный человек. Одним из безумнейших. В Израиле. В самом Израиле. В сообществе. То есть, я когда это читал, знаете, в моем сердце родилась вот эта тема о том, чтобы, ну, как бы, начать учить христиан, потому что это именно, как бы, говорится об Израиле, да, о людях, взятых в удел. Вы народ святой, люди взятые в издел. В удел, чтобы возвещать совершенство вас, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Учить, что стандарты Царства Божьего, они вчера, сегодня и вовеки те же. Незыблемы. Незыблемы. Как Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Как дьявол с искушениями и грехами тот же. Ничего нового нет под солнцем. Так и наши границы дозволенности или недозволенности должны быть, если мы в Израиле, если мы дети Божьи, если мы верим в Бога Авраама Исаака Иякова, если мы в церкви, написано, что верующий в Иисуса Христа становится наследником Авраама, по обетованию наследником, семенем Авраама, то есть те же стандарты, те же принципы, то вот эта тема на самом деле очень актуальна, потому что сегодня как мыслят некоторые, слава Богу, мы не обобщаем, но бывает такое, что ну вот в мире же все живут в гражданском браке, ну вот в мире же это как бы норма, ну пастор, ну вы понимаете, мы там не можем расписаться, у нас есть на то какая-то причина, то есть как бы сожительствовать как бы хочется, но взять ответственность за семью, за жену, за мужа, за детей нет, потому что у нас ну вот там разные причины, да, отговорки, я говорю, послушайте, ну если мы христиане, то наша жизнь, она должна быть, скажем так, прямо пропорциональна, она должна быть в точности до наоборот, как Бог говорит, что все, что ценно в этом мире, низко в моих глазах, но все, что ценно в моих глазах, может быть низко в этом мире, то есть вот соль должна быть солью, соль не должна превратиться в сахар, это нагорная проповедь Иисуса, и он предупредил, Господь говорит, если ваша соль не будет соленой, она будет выброшена на попрание людям, то есть как бы, ну стандарты соли, если она вот деградировала в сахар, то хозяйке на кухне она не нужна, потому что соль единственное, что дает вкус любому ингредиенту, ингредиенту пищевому, да, и соль это единственное, что предотвращает растление, а Христос говорит, вы соль этому миру, то есть это имеется в виду церковь, люди, которые держат стандарты, которые, как бы, ну не, не бескомпромиссны к этим вещам, один пример, вот недавно я был у своих детей в Портленде, Ванкувер, Портленд, штат Оренго, и там ежегодно сейчас проходят, знаете, какие такие велопробежки голых людей, то есть это не гей-парады, с которых начиналась такая деградация, это не ЛГБТ-сообщество, это образованные, богатые, состоятельные люди, мы с одним из них разговаривали, у него высшее инженерное образование, у него несколько миллионных домов, и он говорит моему зятю, он говорит, я, говорит, никогда не испытывал такого чувства гордости, как вот я просто голый на велосипеде с толпой других обнаженных людей проехался по улицам Портленда, и я смотрю, если бы это был, знаете, какой-то там чикатило, извращенец, там какой-то убогий человек, там умалишенный, я бы, может быть, ну как бы сострадал, но когда это говорит богатый, образованный, ему за 60, и вот еще еврей по национальности, я думаю, боже, в каком мире мы живем, если это стало высотою, ценностью, он говорит, я такого чувства гордости, радости никогда не испытывал, я говорю, в смысле, ехать голым на велосипеде рядом с своими детьми, внуками и соседями, соседками, это не, это массово, это там несколько тысяч, это старческий маразм, в 60 лет, это еще, это греховно, в прошлой неделе, мне выслали линк, была программа на первом канале российского телевидения, это не знак рекламы этого канала, но тем не менее, была потрясающая часовая программа, часовая программа на тему, все-таки, что происходит сегодня в наших семьях, это светский канал, была вся светская аудитория, я думал, я увижу там какого-нибудь православного батюшку, обычно не пригласили, не было, даже не пригласили, но были представители литературы там какой-то, журналистики, были представители культуры, артисты были, ведущие, очень известные ведущие, это самая смотрительная программа на канале первом, и подняли тему, до чего дошла Европа, и стоит ли эти ценности принимать нам здесь в России, и был оппонент, и он сразу предоставил ведущий, говорит, у нас есть и та сторона, и та, и представляет, какого-то Эйнштейн, еврей, из Израиля, пригласили, вот, он имеет другую точку зрения, это одна из сторон, одна из сторон, украинские представители были, сторона против, в кавычках, этих ценностей, они очень здраво, настолько здраво рассказывают, настолько здраво говорят, убедительно, каким ядом, говорит, вот этим, Гома, каким ядом, говорит, мы травмируем наших детей, мы не имеем права их травмировать, дети еще, это не тот возраст, видите ли, давайте им, давайте им право на решение, давайте им право, смена пола, это вообще ужас, берет речь, евреи, на удивление, молодой, до пины во рту, вы должны быть толерантны, вы должны быть толерантны, они имеют право, они имеют право, вас, вы когда-то были коммунистами, сейчас вы стали, вот, видите ли, он до пины во рту, он кричал, он просто, и, и камера не скрывала безумие в его глазах, я думаю, смотри, смотри, как четко эта камера, вот, то ли они так уже специально делали, и молодцы, ребята, операторы этого, или программные директора этого первого канала, они показывали безумие в его глазах, пина идет со рту, вау, вот, думаю, молодцы, достоин первый канал, чтобы такие программы показывали, и вот, то я в тему, я в тему, пастор Юрий, и мы можем говорить это, 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 в рамках целого государства, социального этого, социальной прослойки, мы можем говорить в рамках даже политической прослойки, то есть, на всех, семейных, говоря о семье, то есть, и, 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 и когда, когда это уже набрасывается, набрасывается в Америке, такая бы программа не прошла, ни под каким соусом, это восстало бы, и стар, и млад, ад бы восстал, если бы такую, часовую программу на ведущем канале американском, аналоязычном, это недопустимо было бы, это суд был бы, это их бы судили на миллиарды за такую программу, и я думаю, слушай, какой не есть тот Путин, там, вот, и прочее, что он там не творит, понятно, с Украиной, но тем не менее, но тем не менее, то, что они категорически, категорически, ведущий в конце говорит, мы считаем, я считаю, пусть говорит, это будет мое субъективное мнение, но я считаю, что что-то ненормально говорить с вами, на этом еврея показал, что-то ненормально говорить с вами, с вашим мировоззрением, вот, и зал аплодирует, молодцы, молодцы, и, и продолжай построить. Да, ну, вот, видите, самое ужасное, что в Израиле сегодня, в Иерусалиме, ей парады стали нормой, понимаете, то есть, в разных городах, и это, и это как бы безобидные вещи, но они ведь осадок оставляют в сердцах, да, вот я же говорю, я привел сейчас пример Портланда, велопробег голых людей, и это уже, это уже не те активисты, знаете, которые, вот, как бы когда-то там шокировали общество, это уже метастазы в обществе, понимаете, то есть, как бы, это пошла реакция, это уже next step, следующий шаг, после того, что можно ожидать, поэтому, конечно, война идет за детей, потому что это поколение, если оно вырастает в условиях, вот, скажем так, толерантности, как сегодня это, бог этого мира, толерантность, да, вседозволенности, без ограничений, без границ, вот, то, конечно, и даже, ну, если наши христианских детей в светских школах, на уроках, пытаются научить, вот, тем ценностям, в кавычках, да, то, что можно ожидать, вот, почему мы, как единственный, наверное, оплот Бога, надежда Бога, в этом, безумном, грешном человечестве, должны все-таки держать стандарты, это, это ценность церкви, это роль церкви, если хотите, это предназначение церкви, потому что сам Христос сказал, если соль потеряет быть, соленость, да, ее выбрасывают на попрание людям, то есть, когда церковь растворяется в этом мире, да, и становится частью мира, дьявол ее просто позорит, люди мира, они говорят, ребята, вы, вы нас, это вы, нас, нам запрещаете в носу ковыряться, знаете, есть такая поговорка, когда, как бы, вы, это вы нас пытаетесь, говорит, батюшка, либо штаны оденьте, либо крест снимите, как бы, да, то есть, как бы, это мир в шоке от того, что эти вещи несопоставимы, несовместимы, и это просто, ну, просто шок, очень серьезный резонанс в обществе, когда церковь падает на уровень мира, да, дьявол эту антирекламу распространяет и позорит тогда церковь Божия, вот почему мое сердце болит больше, ну, как говорится, за Родину обидно, да, за Царство Божье обидно, потому что люди этого мира, они как бы, ну, для них это ничего страшного, ну, подумаешь, там, ну, развод, там, в семье пастора, ну, ну, с кем не бывает, а когда мы понимаем, что рыба гниет с головы, и что, какой поп, такой приход, понимаете, то есть, это не безобидные вещи, да, вот, поэтому, особенно, если это служители, особенно, если это люди, за которым следует, Христос говорит, если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму, как важно. Пастор Юрий, на днях произошло, на днях, буквально три дня назад, суд состоялся, смотри, что творили попы в приходах католических в Америке, сотни педофилов, ну, вот я же за это и говорю, просто, вы мою тему раскрыли, где это, и это, оказывается, скрывала католическая церковь в Америке, долгие годы, скрывала на протяжении последних сорока лет, и когда сегодня на каналах, ведущих каналах американских, показывают жертвы насилия, они уже выросли, они уже стали взрослыми, и они рассказывают, что это, и говорят, мы так счастливы, что 40 лет спустя, ну, это вскрылось, правда восторжествовало, и осудили этих священников, какие священники, я так думаю, кто имеет, какое право ты имеешь, называть священником себя, смотри, смотри, то есть характеристика священника, библейская, библейский принцип, характеристики, кто такой священник, какие священники, а их оказалось сотнями, мы вчера с друзьями, мы с друзьями вчера, мы с друзьями вчера имели беседу, веч, целый вечер общались, у нас длинная беседа была, и мне задали вопрос, говорят, Юрий, как ты считаешь, глядя на происходящее священников-педофилов, Сотни приходов в Америке, сотни, десятками лет насиловали мальчиков. Ужас, это просто кошмар. Это ужас. Я говорю, как это церковь? Я говорю, это не церковь, это блудница. Это блудница Вавилона. Как ты можешь заявить, Юрий, об этом в прямом эфире? А как? Как по-другому назвать? А я думаю, что то же самое должен Папа Римский заявить. Ну, я слышал, что он вообще говорил, что мы должны, как христиане, попросить прощения у ЛГБТ-сообщества за наш радикализм. Я не знаю, я слышал, что мы, типа, виноваты за то, что мы, как бы, на них сильно, как бы, давим в вопросе непонимания их жизненных ценностей и так далее. Вот они такие, вот они, их надо любить. Я думаю по этому поводу. Но есть четкое библейское объяснение, как Бог реагировал на Содом и Гоморру. То есть понятно, что он не спешил. Понятно, что это был процесс. И мы не знаем, какое количество лет прошло с момента, когда малая закваска заквасила все тесто. Но сам Бог, он дает понимание. Он послал своих ангелов, чтобы они воочию убедились, что это на самом деле так и происходит. И они пришли. Они зашли в дом праведного лота. И они, как бы, вдруг увидели, что весь город собрался. Представляете, весь город. Лот начал, как бы, разруливать ситуацию. Может, вы там девушек, дочерей. Тоже безумие, конечно, такой бартер предложил. Но, как бы, из песни слов не выбросишь. Но они сказали, нет, дай нам этих свежих мужиков. И когда, как бы, капля за каплей и перешло через край, то мы знаем эту развязку. Ангелы ослепили их и сказали, лоту, спасайся на гору. Уйти, уйти. Спасайся на гору. Иисус есть. Это гора, спасение. Церковь – это место, куда Господь нас всех собрал, чтобы спасти наши души от влияния этого мира. И не только, пастор Юрий. Знаешь, что я дал совет однажды нескольким семьям? Наши семьи, мы не говорим о каких-то католиках американских. Мы говорим о наших, пятидесятического направления. Там небольшая церквушка. И мне прямо задали вопрос. Показывая на некоторые явления, говорит, вот как нам поступить? Я говорю, я вам дам рекомендацию. Мы не говорим золотом. Мы не говорим, что там... Я говорю, я вам дам рекомендацию. Найти нормальную, здоровую церковь. Если вы хотите, чтобы ваши дети получили жизнь вечную, чтобы вы питались от правильного стола, духовного, церковного. Уйдите из этой среды. Я знаю, что в рамках прямого эфира эти вещи неприятно говорить. Как ты мог сказать, чтобы они... Я говорю, я не буду детализировать те явления, которые... Вот, к примеру, это говорю... Я говорю, за наши семьи. Я говорю, вам лучше уйти к вашему же благу. И Бог обильно вас благословит. Спустя два года они опять контактируют с меня. Говорят, спасибо за хороший совет. Мы духовно растем. Наши дети в нормальной воскресной школе. Мы слышим благословенное проповедение. У нас нет в церкви вот таких вот, то, что творилось, непонятное. То есть, смотри, какая, пастырь Юрий, ужасающая статистика. Я где-то в эфире приводил. Я не буду бросать тень на чернокожее американское население, воцерковленное. Они, 85% чернокожих американцев, они в церквах. Они в церквах. Но в основном 90% церквей, они либерального направления, продемократического. Они отставят демократическую партию. Они сторонники демократической партии. Так вот, статистика ужасающая. И вы в рамках Рунета, вы найдете эти вещи. Это я не с потолка взял. Если в церкви сидит, в чернокожей церкви, как мы говорим, сидит около матери четверо детей, четверо, трое от разных любовников. Ну вот это страшная картина. 75% чернокожих детей, безотцовщина, 75%. Четыре ребенка сидит и трое от разных мужей. В кавычках мужей. То есть это, а я задал одному из пасторей чернокожих вопрос. Говорю, а вы учите об этом или нет? Ну, говорит Юрий, мне по-английски отвечает. Говорит, ну лет 40-50 наши отцы еще учили. Говорит, у нас мы уже об этом нет. То есть мораль, она опускаема, опускаема, опускаема. Очерта, отодвигаема, отодвигаема, дальше, дальше, дальше. И, ну, он говорит, Господь же прощает. Я говорю, о, корс, Господь прощает. Конечно, Господь прощает. Да, только потом он говорит, иди и впредь не реши. И не реши, совершенно верно. Не дочитал стих. Я знаю, что я был политикой, политикой инкоррект сейчас. Я был, когда я говорил, вот, ну, у меня есть некоторые друзья, черноамериканцы, прекрасные, благословенные, и они с тем, что все черные плохие. Есть хорошие служители. Ну да, обобщать никогда. Некоторые из них у нас в эфире были, да. Хорошие, благословенные служители, трудолюбивые, воспитывающие своих детей. Но статистика ужасающая. Продолжай, пастор. Да, поэтому мы говорим, что когда человек, например, с раковой опухолью приходит к онкологу и говорит, вот у меня такая ситуация, вот какая-то там опухоль вылезла, а онколог, как специалист, как профессионал, говорит, ну, помажьте зеленкой, ну, может быть, там, какие-то примочки сделайте, то тогда трагедия, потому что если это опухоль, ее надо вырезать, ее надо там химией убивать, все эти раковые клетки. И в чем роль церкви, да, вот когда мы видим эти раковые опухоли, да, общества, социума, когда там то стало нормой, как бы, там вот под влиянием общественности церковь, как бы, начала уже сочитывать, ну, слава Богу, не наши евангельские, да, сочитывать однополые браки, почему, потому что, ну, как бы, они же тоже хотят, типа, семейного благополучия. То есть, и вот эти все поступления, все эти, действительно, такая духовная деградация, она к чему приводит? Она приводит к тому, что произошло в Содоме и Гаморре, а сегодня дьявол хочет это сделать в масштабах всего человечества. Начинается с какой-то маленькой закваски, но дальше, дальше, дальше распространяется и становится уже, ну, коррозией всего общества. Что Бог сделал в Содоме? Он уничтожил, Он показал свою реакцию. Да, Он есть любовь, но Библия говорит, что Он есть и огонь поедающий. Бог любит грешника, но ненавидит его грех. То есть, мы должны отделять котлеты от мух. Мы не должны говорить, ну, да, вот Бог такой же любвеобильный, все прощающий. Да, Он терпеливый, да, Он долготерпеливый, но нигде не написано, что Он всегда терпит и смотрит все сквозь пальцы. А Он однажды приходит расплата, однажды приходит конец. Что произошло со Мноном? Вот я хочу закончить эту историю, да. Он взял силой Фомарь. Она, конечно же, в депрессии, в отчаянии, в ужасе выскочила. В тут же Он возненавидел ее лютой ненавистью. Он не смог, как бы, свои мечты воплотить. Он стал ее ненавидеть. И это была трагедия для него, потому что Авесолом, другой сын Давида, он поклялся отомстить за свою сестру. Это и произошло. И через какое-то время он убил. И не только. Почему Писание говорит, что сделанный грех рождает смерть. И почему мы говорим сегодня, что, дорогие христиане, мы не можем за весь мир отвечать. Бог нам не сказал, что вот теперь, как бы, на наших плечах ответственность. Но мы говорим сегодня о себе. Мы начинаем с себя. Мы начинаем с своих семей. С воспитания наших детей. Мы начинаем с церкви, которая есть столпы утверждения истины на этой земле. Если церковь не свята, то зачем она вообще существует? Если в церкви мы не находим чистоту наших искренних отношений с Богом, то это просто лицемерная религиозная организация. Нам важно держать эти стандарты. И вот имеющий вид благочестия, силы отрекшиеся, это страшная перспектива. Если мы не задумаемся, что мы не имеем права. Не делается так в Израиле. Вот не делается. В мире делается, в язычестве делается. Если ты папуас Новой Гвинеи, и тебе всякие там туннели, наколки, пирсинги. Это имидж папуаса Новой Гвинеи. Но если ты израильтян, если ты царственное священство, народ святой, царь и священник. Представьте, где хоть один пастор, можно я тут наколки сделаю? Я говорю, подожди, покажи мне хоть одного президента с наколками. Ну нет, у президентов это совсем другая этика, это уровень, это стандарты. У священника не может быть на теле вот этих всяких каких-то там картинок, да, или как сегодня вообще ужас, там какие-то собачки, цветочки, какие-то рыбки. И смотришь, это женщине 30 лет она как бы там себя разукрасила, как разукрашка детская. Знаете, мои внучки разукрашивают, это женщина, так она же станет бабушкой. Через 30-40 лет дети, внуки будут спрашивать, бабушка, а почему у тебя здесь цветочек на бедре, или там на нижней части спины еще какое-то художество. То есть люди не понимают, что это так не сотрешь, не пойдешь, шаур не примешь, и все стало на свои места. То есть мы должны об этом учить в церквях, мы должны об этом говорить. И вот почему я начал такой целый цикл проповедей в церкви. Моральный кодекс Царства Божьего. Вот я верю, что моральный кодекс Царства Божьего, он был, есть и должен быть до Второго пришествия. Потому что если церковь ничем не отличается от мира, то это очень серьезная проблема для этой церкви. То есть она потеряла, что такое кодекс? Это свод правил и ценностей, которые нас отличают от людей этого мира. Потому что если нас ничто не отлучает, это страшная трагедия. И для церкви, и для христианства, и для тела Христова. Однажды один из служителей известных в беседе со мной, говорит, я там был в одной церкви, прошлое воскресенье, а я говорю, ну и как было? А он говорит, весело. Весело. А перед этим, перед встречей со мной, мне позвонил один браток с той церкви. И говорит, Юрий Михайлович, у нас гость был. И я говорю, ну как? А он говорит, часа полтора хохотали, аж за животы держались. И оно меня как-то задело по-больному. Как будто по-больному. А я же знаю церковь. А с кого смеялись? Неоднократно я служил в той церкви. И он говорит, Юрий Михайлович, хохотали прошлое воскресенье. И я встречаюсь с этим юмористом. Я встречаюсь и говорю, как служение? Ну, говорит, весело. И я на основании той беседы, которая с тем братком, который присутствовал на том служении. Я говорю, ну, я знаю, вы полтора часа хохотали. Я говорю, сколько молились. Он так посмотрел на меня удивленно. Но говорит, ну, меня же не звали на молитву. Это центральное воскресное было служение. Да уж. И, к сожалению, оно меня неприятно зацепило. Скажем, это где-то было на Марсе. Не обязательно, я же не говорю имен, им имен не называй. Ну, понятно. Но это не подобает. Это не подобает. Церковь, как ты говорил, это столб и утверждение истины. Настолько я был приятно впечатлен, и я пару дней назад озвучил это. Я был приятно впечатлен, когда мне позвонили с одной из церквей из Сиатла. И говорит, Юрий Михайлович, на прошлое служение, богослужение, Бог крестил Духом Святым. Сто человек. Вау. Слава Богу. На одном, я говорю, в раз, ну, сошел Дух Святой. Сто человек. Слава Богу. Я говорю, ну, детей обычно, наверное, но, говорит, все, не просто детей, от пожилого до молодого, сто человек. Слава Богу. Это настолько приятно. Конечно. То есть, я уверен, что там никто не хохотал, за животы не держались, потому что не смешил никто. Это модель новозаветной церкви. Сто процентов. И к этому стандарту надо возвращаться. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем лучше. Уже насмеялись, уже наплакались. Помоги нам в этом Бог. Сто процентов. Помоги нам в этом Господь. Ну, видите, как важно, чтобы мы сами, как бы, захотели этого. Потому что все начинается с желания. То есть, все начинается вот с такого состояния, когда, как бы, детство должно закончиться. Как Павел говорит, судя по времени, вам надлежало быть учителями. То есть, как бы, мы живем в такое время, когда дьявол, как бы, не пропускает своих возможностей. Да, мы видим эту полнейшую деградацию в мозгах людей. Да, то есть, как бы, это уже не просто, вот, какие-то единичные случаи, что там произошел парад. Там, вот сейчас, в Киеве уже второй год подряд, да. Там пять тысяч полицейских охраняют гей-парад по Хрещатику. И, конечно, как бы, мы делаем в противовес, да, там, праздники семьи. Мы имеем в сердце время показать альтернативу этого общества. Но, как важно молиться, чтобы просто церковь не молчала. Мне очень нравится такое высказывание, что для того, чтобы воцарилось зло на земле, достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали. И вот, мое сердце переживает, ну, я не один из самых лучших, ну, просто я, как бы, сам, как бы, служитель, как бы. Я вижу, что надо бить в колокола, да, вот, как бы, потому что, вот эти, все начинается с понижения стандарта. Вот, моральный кодекс, когда, он, попираем людьми, верующими, потому что Бог говорит, я вас делаю царями и священниками, знаете, вы цари и священники в моих глазах, а вы опускаетесь на уровень, как бы, бомжей и развратников, понимаете. То есть, как бы, вот это не состыковка, не соответствие. И, конечно же, все начинается с церкви, потому что церковь – это единственное представительство неба на земле, через которое Бог что-то делает. И я всегда говорю, понимаете, у Бога другого народа нету. То есть, если бы мы сказали, ну, я не могу, пусть кто-то другой, да, как бы, но у Бога нету. Церковь – единственное собрание людей в божественной екклесии, на которую Господь рассчитывает. Он говорит, если вы это не сделаете, это никто не сделает. Вот там, где сегодня скопилась тьма, это говорит о чем? Что там не было света. Потому что любая маленькая лампочка, зажженная в темном помещении, она уже способна разогнать тьму. Не тьма окучивает свет, понимаете, в природе, да, в физическом мире. А маленькая лучик света гонит тьму. И вот почему Бог говорит, что в 60-й главе пророк Исаия говорит, «Вот тьма покроет землю, и мрак покроет народы, а над тобою воссияет Господь. И придут к свету твоему, и к восхозящему над тобой сиянию». То есть, это было пророчество об Иерусалиме во время язычества, темного язычества. Но сегодня это пророчество о Церкви Христовой. Как важно, чтобы над нами воссиял свет. Потому что к этому свету уставшие жить во тьме грешники потянутся. Придет то время, когда их уже будет воротить от наркотиков, от блуда, от разврата. И они захотят глоток чистого, свежего воздуха. А этот глоток они должны получить только там, где есть этот свет Бога. Над Церковью Христовой, над собранием святых. Ну, вот так я мыслю. Пастор Юрий, как час пролетел. Серьезно? Да, час пролетел. Вау, так быстро эфир. У нас было интересно. Практические рекомендации и шаги. Это все-таки любить Господа, это читать Его Слово, это молиться Ему, это искать Его лицо, это жаждать Его присутствия. Это говорить о Нем, размышлять о Нем. Не снижать стандарты, не находить отговорки. Ну, вот Давида ж были там, жены, дети. Спасибо, друзья. Спасибо, что вы были с нами на «Инпакте». Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословенны. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Н. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok